Здравствуйте, друзья! Как вы, возможно, уже слышали, вчера Виктору Медведчуку удалось пропихнуть через Дарницкий суд Киева запрет книги украинского журналиста и историка Вахтанга Кипиани. Книга называется «Справа Василя Стуса», и в ней в том числе рассказывается о том, как Виктор Медведчук в свое время помог советской власти отправить классику украинской литературы «Василя Стуса на смерть в лагеря». Для тех, кто не в курсе этой истории, а вчера оказалось, что таких много, я поясню, что в свое время Виктор Медведчук выступал адвокатом на суде у поэта Василя Стуса, которого при советской власти преследовали за его творчество. В частности, в 1980 году поэт Стус получил за свои стихи 10 лет лагерей. И по свидетельствам тех лет, молодой Виктор Медведчук, который был адвокатом на том процессе, не столько защищал Стуса, сколько помогал его посадить. Можно как угодно относиться к Виктору Медведчуку, разделять или не разделять его взгляды, но именно этот поступок Медведчука абсолютно гнилой и скотский, потому что в ситуации, когда человека судит система, адвокат, его единственная надежда на какую-то призрачную справедливость или, по крайней мере, поддержку. И когда этот адвокат выступает, по сути, на стороне прокурора и помогает заколотить последний гвоздь в крышку гроба обвиняемого, это, пожалуй, самое гнусное из всех возможных предательств. Поэт Стус, как известно, из лагеря больше не вышел. Он умер в 1985 году в тюрьме уже на излете советской власти. А вот Медведчук вполне себе здравствует и со временем превратился во влиятельного украинского политика и олигарха. Казалось бы, нонсенс. В нормальной стране такого просто не могло быть, и такой человек либо как минимум бы попал под люстрацию, а как максимум бы сам попал в тюрьму за свои злодеяния. Но в Украине, как мы видим, такие люди могут покупать телеканалы, иметь депутатские мандаты и даже запрещать неугодную им украинскую литературу. Но, по счастью, в Украине, кроме тупой и гнилой судебной системы и без сильных ни на что негодных чиновников, есть еще гражданское общество. И это самое гражданское общество вчера продемонстрировало Медведчуку, что такое эффект Стрейзен. Напомню, что суть его в том, что в современном мире очень сложно запретить какую-либо информацию. И все попытки запрета приводят лишь к еще большему распространению такой информации. Именно это вчера мы и увидели на практике. После того, как стало известно, что суд по иску Медведчука запретил книгу Кипиани, тут же в социальных сетях, в медиа возник взрывной ажиотаж. Книгу буквально моментально размели с полок отовсюду, где она еще была в наличии. И сейчас издательство в срочном порядке заказывает дополнительный тираж и принимает предзаказы на книгу. То есть Медведчук, благодаря своей тупизне, превратил в вполне обычный исторический труд, каких много издается в Украине, в невероятный бестселлер, который теперь продается десятками тысяч экземпляров. Медведчук сделал этой книге какую-то невероятную рекламу. Кстати, пока суд тянется, а решения окончательного еще нет, будет еще апелляция, печатать книгу и продавать ее абсолютно законно, никто не мешает это делать. И даже если Медведчук в конце концов добьется запрета этой книги уже окончательно, до этого момента успеет реально продаться тысячи и тысячи ее экземпляров. Для иллюстрации того ажиотажа, который устроил Медведчук, просто покажу вам свой вчерашний пост на Фейсбуке. За сутки он набрал 13 тысяч лайков и почти 10 тысяч репостов. Если я не ошибаюсь, это мой личный рекорд. Если до вчерашнего дня еще масса людей не знала вообще о том, что Медведчук когда-то был адвокатом у Стуса и сливал его дело, то сегодня об этом уже знают очевидно все. И, кстати говоря, пользуясь случаем, я призываю вас и здесь тоже купить вот эту книгу с правого соля Стуса. Сейчас ее, конечно, достать очень сложно, но в ближайшее время, уже в начале ноября, выйдет следующий тираж. Заказать можно в том числе и лично у Ахтанга Кипиани, написав ему просто на Фейсбук в личные сообщения. Он вышлет вам книгу со временем. Конечно, он может быть там в ближайшие дни будет пока разгребаться с этим валом заказов, но поверьте, как бы ваша книга вас все равно найдет. И заказывайте ее. Чем больше будет продано таких экземпляров, тем грустнее будет Виктору Медведчуку. Вы знаете, с одной стороны, конечно, очень печально, что кремлевская агентура так открыто и свободно действует в Украине, покупает здесь телеканалы, покупает тут места в парламенте, и никто не может этому помешать. С другой стороны, вот эта вот неспособность наших спецслужб что-либо сделать, неспособность украинского государства защищаться от такой агентуры и ей противостоять, к счастью для нас, компенсируется тупизной и криворукостью российских ставленников, которых Москва здесь себе выбирает. Так было с Януковичем, который в свое время позорнейшим образом все провалил и сбежал из страны. Так, к счастью для нас, продолжается пока что из ОПЗЖ. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить, что я тоже недавно написал книгу о причинах войны на Донбассе, в которой рассказывал о роли России в этой войне, а также о роли коллаборантов из партии легионов, разжигавших войну на Донбассе. Книга называется «Як Украина втрачала Донбасс», и пока ее тоже не запретили, вы можете ее заказать и прочитать. Ссылка на сайт, где можно эту книгу заказать, находится внизу, в описании под этим видео.